Хакеры против высшего образования Общаемся с коллегами из других вузов, из технологических, с технологическими партнерами, с регуляторами, в частности с ФСБ и ВСТЭК Эра живого общения. Телеграмм нарушил политику конфиденциальности. Поступай в Казанский федеральный университет вместе с нами Пока немножко нервы шалят, потому что не знаешь, куда пойти. Возможности много в Казанском федеральном. Осталось только выбрать Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Красильникова Информационная группа Интерфакс представила ежегодный национальный рейтинг университетов В 2022 году Казанский федеральный университет, как и годом ранее, расположился на 10-й строке При этом вуз занимает первое место в рейтинге среди федеральных университетов Грядет начало новой эры глобального развития между странами БРИКС Подробнее в сюжете Екатерины Оскаровой 23 и 24 июня пройдет 14-й саммит БРИКС под китайским председательством в режиме видеоконференции Ключевой темой станет содействие качественному партнеру БРИКС Начало новой эры глобального развития Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южноафриканской республики Обсудят сотрудничество в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах Тороны также рассмотрят актуальные региональные и международные вопросы Ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговой декларации саммита С каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются Это объективный процесс, поскольку государства пятерки, это хорошо известно Обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом Страны, которые входят в группу БРИКС и до сих пор не поддерживают американские и европейские санкции против России И не собираются вступать с Россией в конфликты или ограничивать торговые отношения Поэтому саммит подтвердит такую направленность политики всех государств БРИКС Просто сохранит статус-кво Днем ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с видеообращением для представителей пятерки Где заявил, что вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС прорабатывается Также было заявлено, что в России могут открыться индийские сетевые магазины Владимир Путин указал, что расширяется и российское присутствие в лидирующих странах Растут объемы поставок российской нефти в Китай и Индию Также Россия экспортирует государство БРИКС значительные объемы удобрений Помимо вышеупомянутого, президент отметил, что в настоящее время страна активно занимается переориентацией экономических потоков на надежных международных партнеров В первую очередь на страны БРИКС Доверие к американской валюте снижается Это вызвано в первую очередь тем, что Соединенные Штаты являются самым крупным должником на международной арене Их самый большой государственный долг, в первую очередь перед Китайской Народной Республикой И в этом смысле в настоящее время эти доллары, которые печатаются в Соединенных Штатах Они в значительной степени не обеспечены каким-то золотовалютным или иным потенциалом И, естественно, рассматривать сегодня доллар как единственную или как основную единицу международных расчетов Это неверный подход Члены БРИКС считают необходимым пересмотреть вот такую ситуацию И предлагают идею новой валюты, которая будет достойной альтернативы и доллару и евро Кроме того, президент России Владимир Путин анонсировал появление на российском рынке индийских ритейлеров Было заявлено, что в условиях санкций страна развивает отношения с надежными международными партнерами Глава государства не уточнил, о каком именно ритейле идет речь В Индии имеется несколько крупных сетей и в этих магазинах продается как еда, так и одежда и электроника В России цены будут явно завышены, нежели в Индии из-за логистики Главное, чтобы у индийского бизнеса возник интерес к нашему рынку Екатерина Аскарова, Универ Ньюс 24 июня жители Казани станут свидетелями редкого явления парада планет Подробности смотрите в следующем сюжете На этой неделе жителям Татарстана выпадет возможность увидеть парад планет Об этом сообщил директор астрономической обсерватории имени Энгельгарта Профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедев Если говорить профессиональным языком, это тот момент, когда все планеты или часть планет выстраиваются с одной стороны от Солнца Соответствующим образом этот термин принят только в обиходе бытовом и у астрологов На самом деле следует сказать, что астрономы говорят, что это определенные конфигурации планет То есть их положение относительно Земли и Солнца Парад планет — это астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается на одной прямой от Солнца с разбросом в 20-30 градусов При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере Бывают парады планет малые, мини, средние, большие, но и вот сейчас парад планет считается практически максимальным Что это означает? Это означает, какое количество планет Солнечной системы мы, разумеется, можем наблюдать с одной стороны от Солнца Эксперты говорят, такое явление не представляет для науки никакого значения, кроме как статистического положения планет и возможности их наблюдать единовременно на небесной сфере Никаких воздействий на людей, на нашу планету происходить не будет Валерия Носкова, Универньюз 20 июня, в день начала приемных кампаний, сайты российских вузов оказались недоступны из-за хакерских атак Подробности смотрите в следующем сюжете В начале недели сайты нескольких российских вузов подверглись хакерским атакам В их число вошли Уральский, Красноярский, Томский, Иркутский, Кузбасский и Новосибирский университеты Досталось и портал у Казанского университета Сайт был недоступен несколько часов Мне кажется, эта атака была приурочена к началу приемной кампании Прямо в день практически она началась, началась практически по всей стране Временное ограничение доступа к сайтам вузов серьезно не повлияет на абитуриентов Подать документы по-прежнему можно онлайн, через портал, госуслуги или лично Сейчас мы активно настраиваем наши фаерволы Общаемся с коллегами из других вузов С технологическими партнерами С регуляторами и в частности с ФСБ и в СТЭК Ранее хакерской атаке подверглись сайты российских ведомств Так, в начале июня сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подвергся взлому Хакеры потребовали выплатить полбиткоина до 7 июня Валерия Носкова, Универ Ньюз Телеграм передает голосовые сообщения для расшифровки в компанию Google LLC Подробности далее На текущей неделе выяснилось, что Телеграм передает голосовые сообщения для расшифровки в компанию Google LLC Которая является дочерней организацией Alphabet Inc В обновленной версии условий использования мессенджер Телеграм сообщил, что делится голосовыми сообщениями с третьими лицами в определенных случаях Почему это делается? Потому что у Google есть отработанная технология по распознаванию речи в уже готовой модели В сети обсуждался вопрос, почему Телеграм не мог это делать у себя, но это дополнительный затрат для Телеграма Скажем так, ему это выгоднее делать, используя сервисы Google В условии пользовательского соглашения Телеграм в одном из пунктов транскрипция голосовых сообщений по запросу пользователя говорится Поскольку Телеграм может полагаться на третью сторону, Google LLC дочернюю компанию Alphabet Inc Для преобразования голоса в текст содержания голосовых сообщений, который пользователи решают преобразовать в текст Может быть передано Google для получения их расшифрованных версий Сразу скажу, что понятно, зачем нужен IP-адрес, и это вовсе не проблема отслеживания данных Дело в том, что голосовое сообщение должно распознаваться на том языке, на котором оно было записано А это, собственно говоря, может коррелировать с тем, в какой стране или в какой географической локации это голосовое сообщение было записано И, соответственно, зная IP-адрес, можно, собственно говоря, предугадать регион, в котором оно записывалось И, значит, правильно, корректно распознать речь Политика конфиденциальности и передача данных пользователей уже была нарушена в 2015 году Павлом Дуровым Ключи шифрования и личные данные передавали спецслужбам Ранее Павел Дуров пояснил, что политика конфиденциальности была приведена в соответствии с новым европейским законом об охране данных И напомнил, что в новом пункте правил мессенджер оставил за собой право передавать IP-адрес и номер телефона пользователей Соответствующим службам по решению суда Виктория Козырева, Универньюс В разгар лета университет работает в штатном режиме О работе приемной комиссии в Казанском федеральном университете в сюжете Валерии Гарнышевой Продолжает свою работу приемная комиссия Казанского федерального университета Ежедневно университет открывает двери для желающих подать документы Своими эмоциями о поступлении и университете поделились новоиспеченные абитуриенты Поступая на магистратуру, пока еще не определилась точно с местом, но закончили педагогическое образование Пока немножко нервы шалят, потому что не знаешь, куда пойти Возможностей много в Казанском федеральном, осталось только выбрать Я хочу поступить на педагогическое образование по направлению математика-информатика Это одно из самых подходящих мест, если хочешь получать математическое на высшем уровне Именно как раз институт Лобачевского И это самый лучший, я думаю, выбор, шаг, этап развития карьерного роста Я иду на институт управления экономики, на менеджменты, на маркетолога Я давно хотела сюда, я смотрела и в прошлом году тоже уточняла эту всю информацию В этот раз еще не так много ребят успело прийти, потому что мне пришли результаты экзаменов Как только они получат свои аттестаты, могут приходить спокойно в приемную комиссию Думаю, что уже ближе к июлю тут будет огромное количество людей, везде будут очереди Но в целом ребята уже готовы поступать, очень много узнают, много вопросов задают Родители очень сильно переживают, интересуются всем поступлением Поэтому я думаю, что в этом году очень много людей опять наберем, как и всегда, в принципе Поэтому очень сильно ждем всех абитуриентов, готовы работать, готовы отвечать на все вопросы Вот мы заряжены Приемная комиссия до 15 июля будет работать для выпускников, стремящихся стать студентами Казанского федерального А уже 27 июля абитуриенты смогут увидеть конкурсные списки и оценить свои шансы на поступление Валерия Гарнышева, Фарид Захит Аглы, Универ Ньюз На этом все, в студии была Алина Красильникова Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok